Председатель профсоюзного центра области Калий Рахметов подробно остановился на социальном партнерстве в сфере труда. Он привел яркий пример действия социального партнерства. Это ситуация, когда учреждения здравоохранения сменили форму собственности с ГУ на ГКП на ПХВ, что автоматически лишило работников получать издоровительные пособия к отпуску. Вопрос решен через подписание отраслевого соглашения между профсоюзом работников здравоохранения и Минздравом. «Отличный коллективный договор у нас в ТНС. 425 тысяч человек социальных работ за счет работодателя, которому ему заинтересована стабильность своего предприятия. Только стабильное предприятие дает возможность получить стабильную прогнозированную прибыль». Пример успешной работы профсоюзного движения на предприятии «Алтентау Кукшетау». Благодаря коллективному договору работники производства обеспечены горячим питанием, компенсации на оздоровление, материальной помощи на рождение ребенка, а также на лечение. И это только часть дополнительного социального пакета. «Мы в свое время взяли стоматологию для того, чтобы те люди, которые работают в агрессивной среде, то есть в лаборатории, которые работают с химикатами, с реагентами, с щелочью, у них имеют проблемы с зубами. Поэтому мы заключили договор со стоматологией, и люди у нас обращаются частично за счет компании. Вы знаете, что стоматология очень дорогое удовольствие, но тем не менее есть какая-то помощь». Компания оказывает помощь до 10 МРП на лечение, есть социальный фонд благотворительной помощи и фонд профсоюза. В этом году «Алтентау Кукшетау» выплатил 27 миллионов материальной помощи на лечение. Согласительные комиссии и производственные советы также работают. О результатами поделились в ходе семинар-совещания. «То есть, когда незаконно объявляются выговора, когда незаконно расторгаются договора, многие люди просто молча уходят или терпят. Мы проработали с людьми, проводим собрание, и сейчас мы уже где-то более 10 дел рассмотрели. Был случай, наказали механика. Как всегда, если начальник участка выявляет нарушение, он не смотрит, какой мастер, какой механик, который не нравится, тому и объявляют. Начинаем разбираться. Значит, машину выпускает механик по выпуску. Инженер Патемы выявляет, что ремень порван, а наказывает механика по ремонту. Мы этот выговор снимаем, потому что контроль должен быть за водителем и за механиком, который выпускает». Участники семинара совещания акцентировали внимание на практике применения трудового законодательства. Заместитель председателя областного профсоюзного центра Лизат Ешанова подробно остановилась на самых важных пунктах трудового законодательства. Жамал Габдулина, Боржан, Смогулов, Кукщи, Ахпарат.